Вы можете обнаружить их в лесах, столкнуться с ними на передовых рубежах медицинской науки, увидеть их в кино. Вы найдете их везде, где есть беспроводная связь. Раскрыт, наконец, один из удивительных секретов нашего главного дизайнера — природы. Боже! Ну, конечно, это же очевидно! Возможно, вы не слышали раньше об этих столь странных формах, но они окружают вас повсюду, ветвящиеся и повторяющиеся, и называются они фракталами. В биологии они встречаются на каждом шагу. Эти формы часто оказываются оптимальными, что подтверждается естественным отбором. Фракталы есть в наших легких, почках и кровеносных сосудах. Цветы и другие растения, и все то, что формирует погоду, ритмы нашего сердца. Это сама сущность жизни. Но чтобы понять, как они устроены, должен был появиться математик с новым взглядом на мир. Я не играю с формулами, я играю с картинками, и занимаюсь этим всю свою жизнь. Это был вызов устоявшимся вековым представлениям о том, какие формы существуют в природе. Глаза внезапно открылись, и люди увидели эти формы, которые всегда были вокруг, но которых раньше никто не замечал. Сделать невидимое видимым, найти порядок в хаосе. Какие еще тайны мы сможем теперь раскрыть? Студия «Нова» представляет. Поиски новых размерностей Продюсеры и режиссеры Майкл Шварц и Билл Джерси Сопродюсер Эдвард Грей В 1978 году в компании «Боинг» в Сиэтле инженеры проектировали новый экспериментальный лайнифт. Возникали всякие экзотические предложения, типа двух крыльев, двух хвостов или двух фюзеляжей, но кто знает, вдруг бы это заработало. Молодой компьютерщик Лорен Карпентер из анимационной студии Pixar помогал инженерам создавать наглядные визуальные образы предлагаемых моделей самолетов. В мою задачу входило брать у них данные и делать на их основе картинки, как бы все это выглядело под разными углами. И мне хотелось на заднем фоне разместить горы, ведь на всех рекламных фотографиях там были горы. А как это сделать, было не ясно. Ведь у гор миллионы изломов, каких-то пирамидок, многогранников, а у нас были проблемы уже сотни, ведь тогда компьютеры были менее мощными, чем современные, даже в ваших часах. Карпентер хотел изобразить не просто несколько гор. Он хотел воссоздать именно целый пейзаж, на фоне которого будут пролетать эти самолеты. А при том уровне анимационной техники это было невозможно. Многие годы с момента создания первых мультфильмов мультипликаторы вручную рисовали каждый кадр. Тысячи картинок, чтобы снять одну маленькую сценку. Поэтому меня и назвали Топатун. Так обстояли дела в те времена, до того, как Карпентеру попалась работа малоизвестного тогда математика Бенуа Мандельброта. В 1978 году я увидел в магазине книгу Мандельброта «Фракталы. Формы, случайность и размерность». И она рассказывала о фрактальной геометрии в природе. Я купил эту книгу и прочитал. От корки до корки. Вчитываясь в каждое слово, включая все сноски и ссылки. Два раза. В этой книге Мандельброт рассказывал о том, что многие природные формы с математической точки зрения являются фракталами. Этот термин он взял из латинского языка, на котором «фрактус» значит «сломанный», «разбитый». Мандельброт говорил, что создать фрактал можно, расщепляя обычную геометрическую фигуру на все более мелкие фрагменты. Карпентер решил, что он попытается сделать это с помощью своего компьютера. Три дня я занимался созданием горных пейзажей на своем компьютере. Метод оказался исключительно прост. Вы начинаете с картинки из очень крупных треугольников, затем каждый треугольник расщепляете на четыре новых и повторяете эту операцию снова, снова и снова. Бесконечное повторение процедуры, или то, что математики называют «итерацией» — это один из ключей к фрактальной геометрии. Получались потрясающие картинки. Просто потрясающие. Никто раньше не видел ничего подобного. И я таким образом открыл дверь в совершенно новый мир создания образов. Фракталы страшно возбудили все сообщество компьютерных графиков. Ведь оказалось вдруг, что эти картинки очень легко делать, и люди повсюду ими занялись. Вскоре Карпентер перешел из корпорации «Боинг» в компанию «Лукасфильм», где вместо того, чтобы рисовать горы, создал целую планету для фильма «Звездный путь 2» — «Гнев Хана». Впервые эпизод художественного фильма был полностью сделан при помощи компьютерной графики. Потрясающе. Что стало возможным благодаря новому разделу математики — фрактальной геометрии. Бенуа Мандельброд, математик, чьи работы стали отправной точкой для этих инноваций, гордился тем, что никогда не следовало за другими в русле официальных течений. Я вижу то, чего никто не замечал раньше, до того, как я ему на это указал. А потом услышал, ну конечно, но раньше-то они этого не видели. Вы можете увидеть фракталы в облаках, в горах, даже внутри человеческого организма. Кейт Девлин, Стэнфордский университет. Ключом к пониманию фрактальной геометрии является нечто, ускользавшее от всех, пока Мандельброд не сказал примерно так. Обычно, когда вы смотрите на поверхность, вы видите всю ее сложность, и она кажется вам очень нематематическим объектом. Мандельброд сказал, что нужно думать не о том, что вы видите, а о том, как получить то, что вы видите. А получить можно путем бесконечного повторения. И это повторение приводит нас к одной из главных характеристик фрактала, а именно к тому, что математики называют самоподобием. Основная идея состоит в том, что, когда вы приближаете объект к себе, он продолжает выглядеть по-прежнему. Вы видите объект, изображенный в определенном масштабе. Затем вы выделяете из него маленький фрагмент, приближаете к себе, и получаете первоначальное изображение. Фрактал в целом выглядит в точности так же, как любой его фрагмент, как фрагмент сколь угодно малого размера. Это подобие фрагментов сохраняется при любом изменении масштаба. Одним из самых знакомых нам примеров самоподобия является дерево. Брайан Энгвист, Университет Аризоны. Если вы посмотрите на точки ветвления этого дерева, то поймете, что все они очень похожи, независимо от размера. Если рассматривать дерево, продвигаясь от основания к вершине, то видно, как от ствола отходят главные ветви, от которых, в свою очередь, отходят более мелкие, и так далее. Если взять вот эту ветку и это ответвление, затем подняться выше и взять дочернюю ветку, форма разветвления и форма веток будут повторяться. Все будет такое же. И это подобие легко заметить, если двигаться вдоль любых веток дерева, вплоть до самых их кончиков, где располагаются листья. Это самоподобие заметно повсюду. В форме стеблей брокколи, в форме поверхности Луны, в ветвлении артерий, снабжающих кровью наш организм. Но увлечение Мандельброта этими странными формами не вписывалось в рамки выработанных веками математических традиций. Во всей науке, во всей математике, гладкость, вот что было важным. Я же предложил изучать неровности, шероховатости. Люди использовали математику, чтобы построить пирамиды, профенон. Математику использовали для изучения регулярного, периодического движения планет и так далее. Мы привыкли к тому, что математику можно применять в определенных областях. Прямые линии, круги и совершенные геометрические фигуры — вот что традиционно использовали архитекторы в своих проектах. Основное свойство классической математики — что все должно быть регулярно, ровно, правильно. Я имею в виду, что все должно сводиться к прямым линиям, к кругам, треугольникам, к плоскостям, пирамидам, тетраэдрам, икосайдрам, додекаэдрам, с гладкими границами. Классическая математика на самом деле очень хорошо подходит для описания того мира, который мы создали. Мы построили с помощью именно этой математики. Природные явления, все то, что существовало на нашей планете до нас, деревья и другие растения, облака, все это находилось за пределами нашей математики. И так было до 70-х годов 20-го века, когда Бенуа Мандельброд предложил свою новую геометрию. Пришел Мандельброд и сказал, «Привет, ребята, все, что вам нужно, это взглянуть на эти природные объекты правильно, и тогда вы сможете применять к ним свою математику. Закажущимся хаосом скрыт порядок. И вы можете написать формулы, которые будут описывать облака, цветы, деревья. Но это другие формулы, и они приведут вас к другой геометрии». Ричард Тейлор, Университет Орегона. Важный вопрос состоит в том, почему только в 70-х годах была написана книга «Фрактальная геометрия природы». Если это все вокруг нас, почему мы раньше этого не замечали? Ответ заключается в том, что на самом деле замечали. Люди четко осознавали, что природа полна самоподобными объектами. Например, такие люди, как великий японский художник 19 века Кацусика Хокусай. Если вы присмотритесь, то увидите тени облаков на горе Фудзияма. Тени одних облаков накладываются на тени других, и так далее. Вот огромная волна Хокусая. На ее верхушке более мелкие волны. После того, как я в своей книге упомянул, что Хокусай рисовал фракталы, множество людей сообщили мне, что теперь они понимают творчество Хокусая, суть которого – фракталы. Все считают, что математики сильно отличаются от художников. Я начал осознавать, что математика и искусство очень близки, просто математика использует немного другой язык. Так что роль Мандельброта состояла не в писании уравнений, а в том, чтобы объяснить эти визуальные образы. Увлечение Мандельброта визуальной стороной математики началось еще в студенческие годы. Я внезапно почувствовал любовь к математике в январе 1944 года. И не ко всей математике в целом, а к геометрии в ее самой конкретной, самой наглядной форме, в которой математика и зрение человека встречаются друг с другом. Профессор рассказывал нам про алгебру, но я начал мысленно представлять себе геометрические картинки, которые иллюстрировали изучаемые алгебраические понятия. А когда ты представляешь себе эти картинки, то ответ становится очевидным. Так я пришел к тому, чего не осознавал раньше. Я понял, как мгновенно переводить в уме алгебраические формулы в картинки. Будучи евреем, выжившим во Франции во время нацистской оккупации, Мандельброд научился полагаться только на самого себя. В течение четырех лет он жил под постоянной угрозой ареста и депортации. Нет ничего в некотором смысле более закаляющего, чем пережить войну. И даже не солдатам, а гражданским лицом, за которым охотятся. Я знал, как надо действовать, знал сам и не слишком прислушивался к чьему-то еще мнению. После окончания войны Мандельброд защитил кандидатскую диссертацию и попытался преподавать в одном из университетов Франции, но это была не его стезя. Они сказали, что я очень талантлив, но иду по неверному пути и все делаю неправильно. И я чувствовал себя не на своем месте. Так что я оставил эту работу во Франции и рискнул перейти в IBM. Это был 1958 год. Гигантская американская корпорация была лидером в создании технологий, которым суждено было вскоре изменить всю нашу жизнь. Изменить при помощи компьютеров. В IBM искали творческих мыслителей, нон-конформистов, даже в чем-то революционеров, таких как Бенуа Мандельброд. Фактически они скупали, в некотором смысле, странных людей, чудаков, оригиналов. И мы никогда не ощущали себя кем-то вроде элиты. Коллеги Мандельброда рассказали молодому математику о проблеме, которая тогда их сильно волновала. Инженеры IBM передавали компьютерные данные по телефонным сетям, но иногда информация терялась. Они поняли, что в этих сетях жуткое количество шумов. И ошибки накапливаются в огромном количестве. Ситуация была чрезвычайно далека от идеала. Мандельброд построил графики этих шумов и обнаружил в них нечто удивительное. Независимо от временного масштаба, графики выглядели одинаково. В масштабе одного дня, одного часа, одной секунды. Графики были одними и теми же. Они оказались самоподобными. Мандельброд был поражен. Эти странные графики напомнили ему то, что заинтриговало его еще в юности. Это математическая тайна, которой было уже почти сто лет. Тайна математических монстров Эта история началась в конце 19 века. Математики пользовались формальным описанием того, какими должны быть кривые. Но в рамках этого описания существовали и другие объекты. Они удовлетворяли формальному описанию кривой, но выглядели так странно, что их невозможно было начертить и даже невозможно было представить себе, как бы их можно было начертить. Их назвали монстрами, то есть нереальными объектами. Они были не похожи на прямые. И это были не круги, это были очень странные объекты. Первого монстра придумал немецкий математик Георг Кантер в 1883 году. Рон Эглэш, Политехнический институт Ренселлера. Он взял отрезок и разделял его на три части. Среднюю часть он выбросил, после чего остались два крайних отрезка. Теперь из каждого из оставшихся отрезков он снова выкинул среднюю треть и так далее. И этот процесс повторяется до бесконечности. Многие подумают, что таким образом все будет выброшено и ничего не останется. Но это совсем не так. Останется не одна точка и даже не две. Останется бесконечно много точек. Если Кантерова множество приблизить, то есть изменить масштаб его рассмотрения, картина не изменится. Так же, как и для графиков шумов, которые Мандельброд анализировал в IBM. Другая странная кривая была придумана шведским математиком Хельге фон Кохом. Кох сказал, «Начнем с равностороннего треугольника, одной из классических фигур евклидовой геометрии. И каждую его сторону я разделю на три части и заменю среднюю часть двумя равными ей отрезочками. Затем с каждым из полученных вновь отрезков я поступлю так же и проделаю это снова и снова. Форма будет оставаться прежней, но теперь на каждом отрезке будет треугольный бугорок. И я продолжу ломать и сгибать эту фигуру, и моя ломаная будет все длиннее. И при каждом новом шаге будут появляться новые маленькие треугольнички. Представьте себе, что этот процесс добавления отрезочков повторяется бесконечно много раз. Тогда, в конце концов, у вас будет нечто бесконечно длинное. Кривая Коха является парадоксальной в том смысле, что кажется нам вполне обычной конечной кривой. Но с математической точки зрения длина ее бесконечна, то есть не может быть измерена. В свое время ее назвали патологической кривой, ведь было непонятно, как к ней применить какие-либо способы измерения, законы евклидовой геометрии и тому подобное. Кривая Коха имела непосредственное отношение к нерешенной проблеме измерения длины береговой линии. В 1940 году британский ученый Льюис Ричардсон обратил внимание на огромные расхождения между результатами разных измерений береговой линии Британии. Все зависит от длины вашей линейки и вашего терпения. Если вы будете измерять длину береговой линии с линейкой длиной, скажем, в милю, то получите определенное количество миль. Но если вы возьмете линейку длиной в один фут, то береговая линия окажется длиннее. И чем короче будет ваша линейка, тем больше будут полученные вами длины. Мандельброд понял, что кривая Коха со все более и более мелкими изгибами исключительно подходит для моделирования береговой линии. И он написал свою знаменитую статью в журнал Science «Какова длина береговой линии Британии?» «Береговая линия с геометрической точки зрения фрактал», сказал Мандельброд. И хотя он знал, что не сможет измерить длину этой линии, он предположил, что сможет измерить кое-что другое, ее неровность. А чтобы сделать это, понадобилось пересмотреть одно из основополагающих понятий математики – размерность. Дженнифер Оулетт, научный журналист. В рамках обычной геометрии одно измерение соответствует прямой, два измерения соответствуют плоскости. Три измерения позволяют нам построить объемное тело. Но может ли существовать размерность, которая, предположим, больше двух, но меньше трех? Мандельброд сказал, да, у фракталов может. Чем они более неровны, тем выше их фрактальная размерность. Существует множество различных технических терминов типа фрактальной размерности и самоподобия, и они лежат в основе всей математики. Роль фрактальной геометрии заключается в том, что она предлагает нам метод подробного и очень точного описания мира, в котором мы живем, и в частности, живого мира. ВОЛЕВАЛЬНЫЙ МАДЕЛЬБРОД воспринимал новые технологии и позволил ему взглянуть на многие проблемы по-новому. Благодаря компьютерам ученому стало намного легче производить бесконечные итерации, многократно повторяющиеся циклы вычислений, необходимые для построения математических монстров. Компьютеры были очень важны, ведь без них здесь потребовались бы огромные усилия. Мандельброд решил заняться изучением еще одного математического монстра. Эта задача была поставлена еще во время Первой мировой войны, молодым французским математиком Гастоном Жюля. Гастон Жюля смотрел, что получится, если взять простую формулу и проэтерировать ее через цикл обратной связи. Это значит, что вы берете число, подставляете его в формулу и получаете новое число на выходе. Подставляете это новое число опять в ту же самую формулу, получаете следующее число, и так вы повторяете эту процедуру снова и снова. Вопрос состоит в том, что произойдет после большого числа подобных итераций. Последовательность всех этих чисел будет представлять собой множество, так называемое множество Жюля. Но выполняя вычисления вручную, вы можете никогда не узнать, как устроено это множество. Попытки изобразить его, делая вычисления вручную и отмечая каждую точку на графике, конечно же, были. Для этого вы должны повторять вычисления сотни, тысячи, миллионы раз. Для развития этой новой области математики должны были появиться высокоскоростные компьютеры. Работая в IBM, Мандельброд смог сделать то, чего в свое время не мог Жюля. При помощи компьютеров он проделал миллионы итераций и получил миллионы чисел. Затем эти числа, являвшиеся элементами множества Жюля, он нанес на чертеж. Моим первым желанием было, не вдумываясь, нарисовать огромное количество множеств Жюля. Не одну картинку, а сотни. И это привело Мандельброда к прорыву. В 1980 году он написал собственную формулу, объединившую при помощи параметров все множество Жюля в одно изображение. Мандельброд проитерировал свою формулу при различных значениях параметра и увидел, как при этом меняются множества Жюля. Эти значения параметра он изобразил графически при помощи компьютера. Построенная таким образом множество Мандельброда стало в некотором роде путеводителем по всем множествам Жюля и эмблемой фрактальной геометрии. Они пересекаются в определенных областях, и они содержат... Содержат внутри такие мелкие завитушки. Черная штука, похожая на жука, ползающего по полу. Морские коньки, драконы и что-то похожее на мою прическу. Этим загадочным изображением Мандельброд бросил смелый вызов существующим издавнопредставлением о границах математики. Ральф Абрахам, Калифорнийский университет Санта-Круз. Глаза внезапно открылись, и люди увидели эти формы, которые всегда были вокруг, и которых раньше никто не замечал. Множество Мандельброда является ярким примером того, что можно сделать во фрактальной геометрии. Примерно так же символом классической геометрии является круг. Когда вы приближаете этот образ, вы продолжаете видеть ту же самую картинку. В этом суть самоподобия. Смотрите, вы приближаете, приближаете, снова приближаете, и вот вы, кажется, оказываетесь ровно там, где и были до этого. Но на самом деле это вовсе не так. Просто при удалении или приближении эта структура не меняется. Она остается самой собой. Завораживающие образы, созданные Мандельбродом, привели к возникновению нового течения в поп-культуре. Это внезапно стало распространяться как пожар. Но всем захотелось это иметь. Это культурное событие огромного масштаба. Я знал, что происходит нечто важное. В конце 70-х годов Джейн Барнс только занялась дизайном мужской одежды. Когда я только начинала свой бизнес, мне приходилось работать по старинке, рисуя эскизы на миллиметровке и изготавливая ткани на ручном ткацком станке. Но затем она открыла для себя фракталы и поняла, что простые методы их получения могут пригодиться и для создания новых, интересных моделей одежды. Я думала, что это удивительно и при том очень просто. И я сказала себе, о, я могу это использовать в своем дизайне. Но в 80-х годах я не знала, как рисовать фракталы, ведь тогда еще не было нужных программ. Поэтому Барнс обратилась за помощью к двум специалистам, хорошо разбиравшимся в математике и компьютерах, к Биллу Джонсу и Дэйн Картрайт. Билл и Дэйн писали для меня программы. Они говорили, о, ваша работа очень математична. А я отвечала, правда? Этот предмет мне в школе давался труднее всего. В нашей команде были физик, математик и дизайнер. Нам предстояло многому научить друг друга. Я не знал, что такое основа и уток. А Джейн, ну вы знаете, ее математические способности, мягко говоря, были весьма ограничены. Но мы сумели найти способ общения, ведь нам нужно было как-то работать вместе, и на самом деле все наладилось довольно быстро. В модных журналах писали, что Джейн немного рехнулась, они стали называть меня занудой от моды. Ну, вы меня понимаете, но для меня это было неважно. Ведь я столькому научилась. Это было увлекательно и очень вдохновляло. Знаете, я делала то, чего не смогла бы сделать вручную. Иногда, когда я представляю себе что-то в голове, я говорю, знаете, я вижу, как сквозь вон тот экран проходит свет, и я вижу все переливы теней на полу. Могу ли я нарисовать все это? Конечно, нет, но я могу описать это моему математику. И он отсылает меня к компьютеру, где все уже готово для меня. И я сажусь и говорю, отлично, сейчас посмотрим. И у меня есть параметры, которые я могу изменять. И я запускаю программу, и все пошло-поехало. Боже, это совсем не то, что я ожидала. Совсем не то, но это круто. Используй силу, Люк. И те же самые принципы фрактального дизайна совершенно изменили возможности спецэффектов. Дэн Пиппони, компания ILM. Это ключевой момент фильма «Звездные войны» эпизод 3, когда два главных героя спасаются, убегают от огромной механической руки, и лава поглощает эту руку. Моей первой мыслью было сделать трехмерную модель. Выплеснуть лаву вверх, залить эту руку сверху лавой. Но это не очень интересно. В целом это правильный путь, но зрителю будет не очень интересно. А теперь посмотрим, что произойдет, если добавить сюда фрактальные вихри. Вот возникает фрактал, и создается вихрь, и затем мы сжимаем его, и воссоздаем снова. Опять сжимаем, и опять воссоздаем. Сжимаем и воспроизводим. Сжимаем и опять воспроизводим. И начиная вот отсюда, это только часть работы, мы потом накладываем один слой на другой, и так далее. Ту же самую технику я использовал для создания дополнительных потоков лавы, и вновь я использовал тот же прием, чтобы получить горящие красные угольки. Затем мы берем все эти слои, объединяем их, и получаем окончательную комбинированную картинку. Главная лава на переднем фоне, дополнительная лава на заднем, и всякие угольки, искры, дым. Дизайнеры и художники всего мира стали широко использовать визуальные возможности фракталов. Но когда картинка множества Мандельброта была опубликована впервые, математики отреагировали в основном довольно сухо. Так, один из самых престижных математических журналов публиковал одну статью за другой, в которых говорилось, что Мандельброт не математик, что он чтеная излишним элементом. Его коллеги, особенно самые хорошие, чистые математики, которых он уважал, отвернулись от него. Потому что, знаете ли, вы привыкаете к тому миру, который вы создали и в котором живете. А математики очень сильно привыкли к своему миру гладких кривых, с которыми они умели обращаться. Они жили в рамках старой парадигмы, тогда как Мандельброт и еще некоторые люди вышли за эти рамки, предложив новую парадигму. И он, бывало, звонил мне по телефону поздно ночью, потому что его это очень беспокоило. И мы с ним обсуждали эту ситуацию. И Мандельброт говорил, «Это такая же часть геометрии, как и Евклидова». Именно это и раздражало их. Они говорили, «Нет, это артефакт деятельности его дурацких вычислительных машин». Я хорошо знал ту точку зрения, что фракталы представляют собой красивые картинки, но что они бесполезны. Зрелищно, но абсолютно несерьезно. Мандельброт ответил своим критикам новой книгой «Фрактальная геометрия природы». Она была наполнена примерами того, как эти новые идеи могут принести пользу науке. Мандельброт утверждал, что при помощи фракталов он сможет точно измерить многие природные объекты и что его вычисления могут применяться для описания огромного количества явлений, от изменения русла рек до движения облаков. Так что рост живых систем, которые я, как и многие другие математики, полагал неподдающимся математическому и уж тем более геометрическому описанию, оказался здесь в центре внимания. Именно книга Мандельброта убедила меня в том, что это не просто искусство. Это новая наука в процессе своего становления. Это совершенно новый взгляд на мир, в котором мы живем, позволяющий нам не только смотреть на этот мир, не только измерять его, но описывать его математически, а значит и понимать на более глубоком уровне, чем это было раньше. Натан Коэн, компания «Фрактальные антенные системы». Я занимаюсь фракталами уже 20 лет и не собираюсь убеждать вас в том, что фракталы — это круто. Я говорю вам, что фракталы полезны, и именно это для меня важно. В 90-х годах 20 века радиоастроном из Бостона Натан Коэн использовал математику фракталов, чтобы совершить прорыв в области электронных средств связи. У Коэна было хобби. Он был радиолюбителем. Но хозяин его дома возражал против установки антенн на крыше. Я был на конференции по астрономии в Венгрии, и доктор Мандельброд там в своей лекции рассказывал о крупномасштабной структуре Вселенной и о том, как при помощи фракталов понять, что это за структура. Это заинтересовало целую группу астрономов. Он показал несколько разных фракталов, на которые я посмотрел со своей точки зрения и сказал, как было бы забавно сделать антенну такой формы. Интересно, как она будет работать. Один из первых проектов, созданный Коэном антенны, напоминал математического монстра 19 века снежинку Хельге фон Коха. Я снова обдумал ту лекцию и сказал себе, вот у меня есть кусок проволоки, а что если я изогну ее таким вот образом? После того, как я изогнул ее и подключил к своему радиоприемнику, я поразился тому, как замечательно она стала работать. Ну, просто очень здорово. И я, к своему удивлению, обнаружил, что при помощи фракталов могу делать антенны намного меньшего размера. Так что это был интересный способ выиграть сражение с хозяином моей квартиры. Эксперименты вскоре привели Коэна к новому открытию. Фрактальная форма антенн не только позволяла сделать их меньше, но и расширяла доступный для них диапазон радиоволк. При помощи фракталов я экспериментальным путем смог создать очень широкополосную антенну. И тогда я вернулся к началу своих экспериментов и спросил себя, какой закон природы является причиной того, что использование здесь фракталов дает такие результаты. Результатом этой работы стала математическая теорема, в которой доказывалось, что если вы хотите, чтобы антенна была широкополосной, то она должна иметь форму с самоподобной кривой. Именно фрактальная форма позволяет таким антеннам работать таким образом. И это точный результат, а не какие-то измышления о том, что мы можем сделать так или иначе. Оказалось, что математически можно доказать, что это единственный способ сделать такую антенну. Коэн сделал свое открытие как раз в то время, когда телефонные компании столкнулись с важной проблемой. Они расширяли возможности своих аппаратов, предлагая покупателям новые услуги, такие как Bluetooth, Wokie-Tokie и Wi-Fi. Но каждая из этих услуг требовала своей частоты. Вам нужно суметь использовать 10 разных частот, но так, чтобы из телефона не торчало одновременно 10 разных антенн. Иначе ваш мобильник станет похож на дикобраза. И немногие мечтали бы носить с собой в кармане дикобраза. Сегодня повсюду в мире фрактальные антенны используются в десятках миллионов мобильных телефонов и в других беспроводных устройствах связи. Мы увидим в течение ближайших 10, 15, 20 лет, что фракталы найдут свое применение, потому что это единственный способ уменьшить себестоимость и размер для всех сложных телекоммуникационных систем. Когда вы осознаете, что хитроумный инженер может использовать фракталы в самых разных устройствах, вы начинаете лучше понимать и то, почему природа, которая хитрее любого инженера, тоже широко их использует. Джеймс Браун, Университет Нью-Мексико. В биологии они встречаются повсюду. Фрактальные формы часто оказываются оптимальными, что многократно подтверждается естественным отбором. Один из ярких примеров такого рода — это ритмы нашего сердца. То есть то, что кардиолог из Бостона Ари Голдбергер изучает всю свою профессиональную жизнь. Представление о человеческом организме как о механизме восходит еще ко временам Ньютона и к бытовавшим тогда представлениям о механическом устройстве Вселенной. Тогда считали, что человек — это машина, а сердце — его водитель ритма. Писали, что Галилей использовал свой пульс для измерения периода колебаний маятника. Так что идея о том, что в норме сердцебиение человека — это нечто вроде метронома была общепринятой. Но когда Голдбергера и его коллеги проанализировали данные, полученные от тысяч людей, то поняли, что старая теория неверна. Мадалена Дамасио Коста, Гарвардская медицинская школа. Вот я показываю вам серию сердцебиений здорового человека. Вы видите, что их ритм меняется со временем. Он флуктуирует и очень значительно. Вот в этом случае частота сердцебиения меняется от 60 до 120 ударов в минуту. Форма этих графиков показалась знакомой Голдбергеру, который до этого прочел книгу Мандельброта. Если вы посмотрите на график зависимости частоты сердцебиения от времени, то получите нечто очень похожее на неровные края горной гряды, которые Мандельброд приводит в иллюстрациях к своей книге. Если вы станете приближать их к себе, то увидите большее количество неровностей. Оказалось, что ритмы сердца тоже имеют фрактальную структуру. Мне говорили, что это не кардиология. Если вы хотите получить финансирование, займитесь кардиологией. Но оказалось, что это именно кардиология. Голдбергер обнаружил, что ритмы сердца здорового человека имеют характерную фрактальную структуру. И в будущем это сможет помочь кардиологам быстрее выявлять различные сердечные заболевания. Пожалуйста, посмотрите на экран. Сейчас мы сделаем калибровку. А в Университете штата Орегон Ричард Тейлор стал использовать фракталы, чтобы раскрыть тайны другого органа человека, его глаза. Мы хотели понять, что позволяет глазу воспринимать такое большое количество визуальной информации. И этот вопрос привел нас к мысли заняться изучением движения глаз. Под монитором находится маленькая камера, работающая в инфракрасном диапазоне, которая постоянно отслеживает направление взгляда. Она записывает эти данные. И таким образом мы имеем траекторию движения глаз. Компьютер выдает нам ее в виде графика, который похож... Ну, знаете, здесь есть множество мелких неровностей. И если мы приближаем этот график с помощью компьютера, конечно же, то видим, что это фракталы. Эксперименты показывают, что глаз не всегда рассматривает объект пристально и непрерывно. Если мы хотим глубже понять, каким образом глаз воспринимает информацию, мы должны обратить внимание на те объекты, которые нам нужно рассмотреть. Вот светофор. Мы смотрим на светофор. Но вокруг машины, пешеходы. Глаз осматривает все это место, пытаясь получить максимум информации. Люди как-то сконструировали кабину пилота, расположили в ней все эти кнопки рядами. Если ваш глаз блуждает по ним, следуя по фрактальной траектории, то, возможно, ровные ряды не являются оптимальным расположением. Возможно, лучше было бы располагать кнопки не так. Мы пытаемся найти самый естественный для глаза способ получения информации. И это связано со многими подсознательными процессами. Возьмем, например, движение тела. Когда мы балансируем, что происходит с нами на самом деле? Мы делаем это подсознательно, объединяя большие качания с маленькими, с еще меньшими, с еще меньшими. Возможно, все это соединяется вместе по фрактальному образцу. Сегодня в физиологии находят все больше и больше фрактальных процессов. Но не все ученые убеждены, что фрактальная геометрия способна раскрыть нам новые тайны природы. Скептики утверждают, что математическая теория фракталов практически не разработана. Тем не менее, биофизик Питер Бернс и его коллеги, работающие в Торонто, считают, что фракталы являются практическим методом построения математических моделей, которые смогут помочь в ранней диагностике раковых заболеваний. Одной из важнейших проблем распознавания образов в медицине является выявление очень маленьких опухолей. Бернс знал, что на ранней стадии раковые уплотнения, представляющие собой сеть тончайших кровеносных сосудов, пронизывающих опухоль, очень трудно заметить. Традиционные методики, такие как ультразвук, не позволяют это сделать. Мы должны увидеть структуру размером порядка десятитысячных миллиметров в поперечном сечении. И когда речь идет о живом пациенте, у нас нет приборов, которые давали бы нам возможность рассмотреть такие крошечные сосуды. Тем не менее, ультразвук позволяет нам составить детальную картину общего движения крови. Бернс заинтересовался, не сможет ли эта картина кровотока выявить невидимые структуры, образуемые кровеносными сосудами. Чтобы ответить на этот вопрос, Бернс и его коллеги построили математическую модель, в которой использовали фрактальную геометрию. Если вы можете проанализировать структуру с математической точки зрения, то вы можете построить ее модель. А фракталы дают нам очень простые правила построения таких моделей. Изменяя затем параметры построенной модели, мы можем изменять вид самой структуры. Модель показывает, как в почке течет кровь. Сначала по здоровым сосудам, а затем по сосудам, снабжающим кровью опухоль. Бернс обнаружил, что эти две кровеносные сети имеют разную фрактальную размерность. Сеть здоровых сосудов разветвляется упорядоченно, подобно ветвям прекрасного вяза. А кровеносная система опухоли хаотична, изогнута, спутана, подобно, скажем, чему-то вроде куста амелы. И движение крови в таких спутанных, хаотично переплетенных сосудах совершенно не похоже на кровоток в здоровой ткани. Эту разницу врач быстро обнаружит при помощи ультразвука. Мы всегда полагали, что для получения всей необходимой информации о структурах тканей нам нужно повышать разрешающую способность приборов до микроскопического уровня, делая их все более и более точными. Но оказалось, что разрабатываемый нами метод позволяет получать эту информацию без микроскопов. Мы думаем, что фрактальный подход окажется весьма полезным для того, чтобы выявлять злокачественные образования и отличать их от доброкачественных, что на сегодняшний день бывает проблематично. Возможно, понадобятся годы, пока врачи смогут реально использовать фракталы в диагностике рака. А сегодня фрактальная геометрия позволяет нам наметить пути ответа на один из важнейших вопросов биологии. Почему более крупные животные используют энергию более эффективно? Этот вопрос давно волнует биологов Джеймса Брауна, Брайана Энквиста, а также физика Джеффри Уэста. Увеличение размера дает колоссальную экономию потребляемых ресурсов. Например, слон весит в 200 тысяч раз больше, чем мышь, но использует всего в 10 тысяч раз больше энергии, получая ее в виде калорий вместе с пищей. Чем больше животное, тем меньше требуется ему энергии на грамм его веса для обеспечения жизнедеятельности. Это удивительный факт. И еще более удивительно то, что соотношение между массой тела и количеством потребляемой энергии выражается одной общей для всех живых существ математической формулой. Нам сегодня известно, что этот закон универсален, ну или почти универсален для всего живого. Он выполняется и для крошечной бактерии, и для большого кита, и для огромной сиклои. Но хотя этот закон был открыт еще в 30-х годах 20-го века, никто пока не смог его объяснить. У нас возникла мысль, что это может быть связано с тем, как распределяются ресурсы внутри организмов разного размера. Сделав это замечательное предположение, мы сказали себе, что все живое существует благодаря этим сложным сетям, которые транспортируют транспортируют кислород, метаболиты, различные субстраты, необходимые для питания клеток. Кровеносная сеть, дыхательная, выделительная, нервная. Просто очевидно, что фракталы смотрят прямо на нас. Если все эти биологические сети являются фракталами, то они должны подчиняться простым математическим законам, которые могут прояснить нам принципы их работы. Если вы хотя бы минуту подумаете об этом, то поймете, что природе было бы довольно глупо по мере увеличения размера животного каждый раз составлять новый план. Но если у вас есть фрактальный алгоритм, который говорит, когда в процессе роста пора разветвляться, тогда очень простой генетический код может запрограммировать достаточно сложный организм. Эволюция, происходящая путем естественного отбора, выработала такой дизайн, который кажется наиболее разумным и экономным. В 1997 году Уэст Браун и Энкест опубликовали свою теорию о том, что ключ к пониманию таинственного соотношения между массой и животным, и потребляемой им энергией, можно найти в закономерностях фрактальной геометрии. Теперь они пытаются проверить свою теорию экспериментально. Этот эксперимент должен помочь им определить, может ли фрактальная структура единичного дерева, предсказать, как будет функционировать весь дождевой широколиственный лес. Для этого Энкест отправился на северо-запад Коста-Рики в провинцию Гуанакасто. Там правительство этой страны выделило 300 тысяч акров лесов, объявив их национальным заповедником. Эти дождевые леса, как и любые другие, играют важнейшую роль в поддержании климата Земли, удаляя из ее атмосферы углекислый газ. Если вы посмотрите на этот лес, то поймете, что он дышит. А если вы узнаете, какое количество углекислого газа поглощают эти деревья, то сможете оценить, в какой степени этот лес способен поддерживать нужный уровень СО2 в атмосфере нашей планеты. Учитывая то, что концентрация углекислого газа в атмосфере Земли растет, какой вклад сможет внести этот дождевой лес в поддержание общего газового баланса, и насколько это окажется существенным для предотвращения глобального потепления? Энквист и его команда ученых из Соединенных Штатов Америки считают, что фрактальная геометрия поможет ответить на эти вопросы. Попробуем определить высоту этого дерева. Начать они собираются с того, чего как раз не должны и ученые здесь делать. Они рубят дерево ахромой пирамидальной. Это дерево уже умирало в любом случае, власти дали разрешение на то, чтобы его срубить. Итак, Кристина, как только мы узнаем высоту этого дерева, мы сможем примерно определить тот сектор, куда оно упадет. Зацепив веревку за верхние ветви, они направляют падающее дерево в нужную сторону. Очень хорошо. Отлично. Хосе, прекрасно. Теперь Энквист и его коллеги измеряют ширину и длину ветвей, чтобы определить параметры их фрактальной структуры. Восемь. Десять и шесть десятых. Да, здесь восемь. Шесть и три десятых. Шесть, ровно. Восемь. Семь. Они также определяют, какое количество углерода потребляет один лист. Это поможет им вычислить, сколько углекислого газа перерабатывает все дерево. Кристина Ломан, университет Аризоны. Если мы знаем, какое количество СО2 поглощает один лист, то при помощи фрактальных закономерностей мы можем вычислить, сколько углекислого газа поглощает все дерево. Дальше нужно перейти от одного дерева к целому лесу. Хорошо. Тринадцать и две десятых. Три и три десятых. Мы собираемся произвести перепись деревьев этого леса, а именно измерить диаметр ствола у основания у всех деревьев от самого большого до самого маленького. Это даст нам возможность построить распределение деревьев этого леса по размеру. 61,8 сантиметра. Несмотря на то, что лес кажется случайным, хаотическим, команда уверена, что в нем есть закономерности, и что его фрактальная структура идентична той, которая имеется у только что срубленного дерева. К счастью, оказалось, что распределение деревьев в этом лесу по размерам в точности совпадает с распределением по размерам ветвей отдельного дерева. Если это правильно, то изучение одного дерева позволит предсказать, сколько углекислого газа может переработать весь лес в целом. После того, как ученые заканчивают производить свои замеры здесь, они возвращаются в лагерь, чтобы математически проверить свои идеи. Видите эти точки? Самое интересное здесь то, что между ветвями одного дерева наблюдается ровно то же самое соотношение, что и между стволами деревьев всего леса в целом. Просто удивительно, что относительное количество больших и маленьких деревьев соответствует относительному количеству больших и малых веток на каждом дереве. Это потрясающе, что имеется такая параллель. Наклон этой кривой для одного дерева такой же, как и для всего леса в целом. Так что не зря мы срубили то дерево. Определенно нам стоит. Я не могла это сделать. Таким образом, проведенные в лесу измерения подтверждают, что одно единственное дерево способно помочь ученым оценить вклад всех дождевых лесов в сохранение климата на нашей планете. Анализ фрактальных закономерностей этого леса дает нам возможность сделать то, чего мы не могли сделать раньше. Он позволяет нам определить, сколько углекислого газа перерабатывает весь этот лес. Это важно знать для прогнозов, касающихся глобального потепления. Многие поколения ученых считали, что дикая природа не входит в сферу интересов математики. Но фрактальная геометрия, выявляя скрытый доселе порядок, описываемый простыми математическими законами, выводит нас на совершенно новый уровень понимания природных явлений. Раньше, бродя по лесу, я воспринимал его, ну знаете, как какое-то нагромождение деревьев разного размера. Большие деревья, маленькие. Оказалось, что это хаотическое, беспорядочное скопление имеет четкую и ясную структуру. Структуру, которая может быть выявлена и измерена при помощи фрактальной геометрии. Совершенно удивительно то, что язык дикой природы мы можем перевести на язык математики. И это самое прекрасное из всего, что я знаю. Математика является нашей единственной стратегией в познании сложного языка природы. И сегодня фрактальная геометрия значительно расширила словарь этого языка. А чем больше наш словарный запас, тем больше страниц в Великой книге природы мы сможем прочесть. Поиски новых размерностей на новостях. На новостях хитин-дименция веб-сайт, explore the Mandelbrot-сет, see a gallery of fractal images, and much more. Find it on pbs.org. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok